сейчас мы заканчиваем прикручивать профиль на одной стене сейчас нужно закрыть полностью гипсокартоном вот этот верхний треугольник что для этого придется сделать сначала нужно прикрутить весь профиль профиль прикручиваем на прямые подвесы вот на такие вот прямо к лагам к стропилам точнее здесь будет три ряда профиля нижний этот средний верхний крепление идут через одну стропили на шахматном порядке то есть здесь через одну ниже соответственно в промежутках и выше тоже самая большая хитрость тут это закрепить профиль ровно так чтобы он находился в одной плоскости то есть как вертикально так и в горизонт чтобы ровно его закрепить в горизонт нам поможет ниточка здесь ты натянул то есть она пока не подтянут так просто привязано чтобы не потерялась потом по ней проверим горизонтальность ложного профиля сразу же закрепить ближайший к направляйке угол то есть вот этот мы прикрутим с одной стороны затем прикрутим дальний конец он там выровняем его и уложим весь до стены то есть каждый профиль будет прикручен только в двух местах на один саморезик после этого всю плоскость выровняем и уже после этого окончательно прикрутим по мере укладки профиля его необходимо сращивать между собой сейчас покажу какие-то дела надрезаем край профиля где-то сантиметра на 4 края загибаются вовнутрь вот так вот вот эта часть треугольник вставляется внутрь вот эти уши остаются снаружи их впоследствии прикрутим саморезами все эту часть нужно сейчас зафиксировать все теперь с этой стороны его нужно прихватить на один саморез и после того как последний кусок поставим на место можно будет уже выровнять его и прикрутить окончательно я первоначально ставлю профиль по по отметке вот этого выреза то есть просто край ставлю на отметку выреза и прикручиваем поскольку профиль довольно тонкий тут у нас его изнутри приходится немного придерживать в тот момент когда прикручиваем иначе он гнется все его прихватил он уже никуда не денется когда ползать и по высоте самое главное резких движений не делать спокойненько тихонечко как нет без лишних движений и всегда как минимум три точки опоры должно быть посмотрите само соединение все так соединяется заподлицо и теперь по краям нужно просто прокрутить про саморезик поклотнее прижимаем крутим и точно так же сверху я вот сверху здесь не очень удобно потолок недостающая часть направляющих и профилей между собой необходимо соединять то есть просто ставить их в стык в стык недостаточно их необходимо обязательно соединять друг с другом и это дело вот таким способом примерно так можно примерить отмечаем тут немного лишним то есть сантиметра 4 нужно отрезать много не надо вот так все после чего необходимо прорезать сантиметра на 4 вдоль ребра по сгибу вот так все вот эта часть немного загибается получается такой острый клюв вот эти уши они будут прикручены края направляющей здесь теперь самое интересное чтобы ее вставить сначала вставляем направляющий профиль теперь здесь тут как видно еще немного нужно прорезать все чтобы нормально вставилась внутри профиль то есть вот этот язычок вставляем внутрь профиля а это снаружи вот этот язычок мы загнем сначала внутрь вот так вот совмещаем профиля и язычок сгибаем обратно изнутри вот так все теперь вот здесь нужно будет прокрутить саморезами получится довольно прочное соединение до того как весь профиль выровнен желательно с обеих сторон не прикручивать закрутить только с одной стороны чтобы он не упадал а с другой стороны прикрутим когда уже выровняем профиль по горизонтали ну и в принципе если здесь будет какая-то небольшая ошибка можно будет всегда это соединение раскрутить и соединить зонал профиль гибкий а поэтому его пальцем с другой стороны немного придерживаю самое главное только не держать в том месте где саморез будет крутиться чуть подальше и крутим все все то есть он держится никуда не денется уже а когда мы закрутим его еще и с обратной стороны соединение уже станет жестким и не слишком сильно будет ослаблять эту часть профиля все теперь выравнивание по горизонтали нажимаем вы